Иван Валерий, это Великая Война. Иван Валерий, это Великая Валерий, это Великая Война. Иван Валерий, это Великая Валерий, это Великая Война. Иван 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 Валерий, это Великая Война. Анатолий Воскобойников. Иван Валерий, это Великая Война. Иван Валерий, это Валерий. Иван Валерий, это Валерий, это Валерий. Иван Валерий, это Валерий, это Валерий. Иван Валерий, это Валерий. Не позволит нам забыть, Чтоб всегда могли мы в мире мирно жить. Зима, дети и война, Играют дети всей земли в войну, Разве о войне мечтают дети? Пусть только смех взрывает тишину На радостной безоблачной планете. Мы пушки сохраним, чтоб дать салют, Стволы их ставят трубами органов, В дружном хоре голоса сольют, Под мирным небом в песне мира страны, Чтоб без войны все в мире жить могли. Пусть льдинки злобы и вражды растают, Дружить давайте, дети всей земли, Пусть наша дружба с нами вырастает. А над вьюгами и стужами седыми Вновь торжествует юная весна, И как огонь с водой несовместимы Несовместимы дети и война. Анатолий Воскобойников, Когда на бой смертельный шли вы, Когда на бой смертельный шли вы, Отчизны верные сыны, О жизни мирной и счастливой Мечталось вам среди войны. Вы от фашизма мир спасли, Вы заслонили нас сердцами, Поклон вам низкий до земли, В долгом и вечном перед вами. Вы героически прошли, С боями все четыре года, Вы победить врага смогли, И заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и деды, Спасибо, братья и сыны, За ваш подарок к Дню Победы, За главный праздник всей страны. Еще тогда у нас не было на свете, На дальнейшем салюты с края в край, Солдаты подарили бы планеты. Великий мой, победный мой, Еще тогда у нас не было на свете, Когда военные бури огнило, Судьбу решали о будущем столетии, Вели бы бой, священный бой, Еще тогда у нас не было на свете, Когда с победы возвращались бы домой. Солдаты мои, слава вам на веке, от всей земли, от всей земли. Спасибо вам, солдаты, за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за мир, в котором мы живем. Мусаджи Али, чулочки, их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и это девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекаясь, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже и смятеньем, и сосуясь объять, рука сама собой волнение вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей Утимы, смятенье смутно прояснилось. Овеянный невольный дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это раненое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Идет и сосывается прямо. Идет, не подымая глаз. Впервые, может, у этого дома сознание отравленным сожглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять. Дедушкин рассказ. Андрей Поросов. Вчера мне рассказывал дедушка Женя. Отряд партизанских попал в окружение. Осталось у них восемнадцать гранат. Один пистолет. И один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепшие фашисты сжимают кольцо. Они за кустами. Они за камнями. Крыкнул мой дедушка. Родина с нами. И все побежали навстречу врагу. И стали гранатой бросать под бегу. Все храбро сражались. И о смерти забыв. И вот. Удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили. А дедов не дали. Стих о Великой Отечественной войне. Иван Ващенко. Была война в сороковых. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтобы не было невзгоды. За то, чтобы не было войны. На минов танки подрывались. Солдаты насмерть там сражались. И восемнадцать лет свои. За нас отдали жизнь свою. То, что случилось, не забудем. И до конца мы помнить будем. Про подвиг тот сороковых. Против кого уж нет в живых. Владимир Степанов. Приходят к дедушке друзья. Приходят к дедушке друзья. Приходит День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять, рассказывать сокровенно. Ведь повторять опять терять товарищей военных. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала. О том, как армия вперед с надеждой шагала. О том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле я молча рядышком сижу. Но кажется порою, что это я в прицел гляжу. Что я готовлюсь к бою. Что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа. Что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья. Приходит День Победы. Все меньше их, но верю я, они опять приедут. Юлия Друнина, Зинка. Мы летли по разбитой ере. Ждем. Когда же начнется длеть? Под шинелью вдвоем теплее, На продрогшей сырой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти. Но сегодня она не в счет. Дома я в джином захолустье мама. Мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый. У меня лишь она одна. Пайкнет в хате, квашней и дымом. За порогом мудрит весна. Старый, кажется, каждый кустик. Беспокоенную дочку ждет. Ты знаешь, Юлька, я против грусти. Но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом с сырой шинелью. Косый солдат лежит. Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские хаты пели о лизанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти. Но сегодня она не в счет. Дома в яблочном захолустье мама. Мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимые. У нее ты была одна. Пахнет в хате клашина и дыма. За порогом ворлит весна. Из дорожка в цветастом платье Пуле-пуле свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, Что бы она тебя не ждала. Алексей Головацкий Видишь запада тучи? Не бойся. То всего лишь движение грозы. В 41-м фашистское войско Было грязью мучнистой росы. Видишь, сникли ромашек головки Не от копоти, злобный и бомб. От жары на них божьи коровки Отдыхают и прячут свой лоб. Под голоском далекого эхо Тучи двинулись за горизонт. Солнце ласком, светом и смехом Над полями и чист небоском. Спят, спят солдаты над серым гранитом. Пали, чтоб нам ходить по цове. Мир в душе, красоту уберегите. Ради мира на нашей земле. Георгий Рублев памятник. Это было в мае, в нерассвете. Нарастал в кусте листа габоня. Девочку немецкую заметил. Наш солдат на пыльной мостовой. У столба рожа она стояла. Голубой глазах застыл испуг. А куски свистящего металла Смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, прощаясь летом. Он свою дочерку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочери его родной расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом Полз боец и телом заслоня Девочку в коротком платье белом Осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, Толерались и весну. Рядовые армии советские, Люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату Был воздвигнут, Чтоб стоять в веках Памятник советскому солдату С девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, Как моя, вспетящаяся в омгле. Это он, солдат моей нержавы, Охраняет мир на всей земле.